Так, ну и собственно третья тема, которую мы обозначили, это возможность нерелигиозного антисиентизма. Да, в целом, над чем еще интересоваться скептикам, какая самая мощная, самая популярная система воззрений, исследований, методов вообще в принципе сейчас существует и распространяется в школах, в высшем образовании, это наука. И с наукой приходится иметь дело, ну прежде всего, тем более мне приходится иметь дело с наукой так или иначе прежде всего, потому что, ну, я все-таки в научной системе. Слушайте, а как вы к постпозитивизму и Фейрабенду как-то? Отлично, вот во многом, кстати, когда я написал книгу «Критика научного познания», я потом прочитал Фейрабенда, и наши аргументы процентов на 50 просто совпали. И я очень долго злился. Он же у Ницше все спер, как бы вот эта концепция. У Ницше это было Нидерана, в Черновиках, кстати, я не читал Черновики Ницше. Ну это вот как раз волик власти, там есть такой раздел. У него там критика логики есть у Ницше и так далее, и так далее, и так далее. Много интересных моментов, да. Логическое усечение реальности. Мне, в принципе, с одной стороны, симпатично учение Фейрабенда об анархизме в науке, в том смысле, что это плюрализм получается. С другой стороны, имеет ли смысл его вводить, потому что насчется хаоса, я думаю, практика сильно уменьшится от этого. То есть я критикую науку не для того, чтобы ее преобразовать, опять же. Не, ну как истинно, то, что работает. То, что работает, останется, а то, что не работает, отойдет и все. Ну, Фейрабенда это все довольно свободно, потому что отойти... Апелляция в практике. Если что-то работает, значит, оно должно быть, если оно не работает, но... Там не только апелляция в практике, там нету отсечения, там не только утилитарная концепция. То есть он, наоборот, предлагает, что эти учения различные, научно-философские они получаются, потому что они там реально смешанные получаются. Там учение какого-нибудь фолеса о воде до сих пор могло бы развиваться и в итоге дать какие-нибудь плоды шикарные. Вот, а могло бы и не дать. Но ваше же учение развивается. То есть вы, когда выступаете с критикой Фейрабенда, по сути, вы критикуете право на существование для собственной же концепции философской. Нет, не совсем. То есть ваша философская концепция, она же с практикой как ни с Ириной не коррелирует. А вопрос в том, нужно ли... Вопрос в том, нужно ли вообще помещать в научную систему уже немножко другой. Нет, ну просто если мы репрессивно подходим, антифейрабентовски к этим вещам, то мы, получается, вы точно не должны бы никакого философского статуса иметь абсолютно никаких там, ни кандидатских, ничего. Потому что, ну типа, а зачем это? Какой-то фактический смысл. В чем ценность этого исследования? Да, как вот, собственно, в преамбуле любой научной работы, да, там ценности исследования, та-та-та-та-та-та-та. Ну а если здесь никакой ценности нету, если это просто какой-то вот, ну, интеллектуальный анализм, который практически никак не применим, то получается, ну, если мы подходим репрессивно, этого существовать не должно. А вот именно философская концепция... Да, у него наоборот. Парадигма, она дает вам шанс. Дает вам шанс сказать, что типа, ну, во-первых, пусть оно будет, а во-вторых, может быть, может быть, если мы дальше это прокачаем, может быть, оно нам что-то даст. Это вот как с теоретической... Да, 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 все верно, правильно. Да, в 20 веке были люди, которые занимались никому не нужными теоретическими расчетами, да, ну, занимались и занимались. А потом, когда открыли вот этот вот счет способности в этих супермаркетах считывать коды, вот эта вот пикалка на кассе, которая, выяснилось, что их расчеты, которыми они занимались, они пригодились для создания вот этой вот пикалки, которая штрих-коды считывает с товаров. Очень полезно, на самом деле, да. Да, да, то есть, тогда, когда они занимались этими расчетами, ну, оно нахуй не нужно было, как бы. Ну, то есть, на самом деле, я сейчас сатирически сказал, что это очень полезно, на самом деле. Заниматься этим, сказали бы, занимайтесь чем-то, что имеет практическую пользу. Ну, а кто мне запретит? Кто запретит? То есть, база не будет. Да, это плохо, действительно плохо. Сказать, типа, никаких кандидатских не будет, как бы, иди нахуй. Да, действительно. Как бы заниматься практической философией, там, какой-нибудь диалектическим материализмом, там, вот, там, Ленин писал, «Противоображение», то, что там. Кстати, я не разбирал Ленина практически. Для нас является кино и цирк, там, и всякое такое. Но потом, правда, цирк убрали, а оставили только кино почему-то в этой цитате. Вот. Да, так что... Так, к Фейерабенду я позитивно отношусь, но, опять же, опять же, если мы будем преобразовывать науку по Фейерабенду, скорее всего, будут проблемы. Большие. Прямо вот сходу будут проблемы, если мы это резко сделаем, как минимум. Потому что наука сейчас сформировалась как таковая очень странная вообще какая-то вот субстанция. Во-первых, она совершенно непонятна на ученую, и там как-то при этом работают. Потому что это большая совокупность различных дисциплин с различными методами. Не все придерживаются, не знаю, эмпирической даже проверки. Не везде эмпирика есть, не везде есть фальсифицируемость, не везде даже верификация, по сути, есть. То есть, ну, например, математику вообще пофигу на всякую верификацию, фальсификацию. Он вообще может математизировать сколько угодно. Математика и есть критерии истинности его, так скажем, науки. Насколько математика наук, тоже получается вопрос. И так далее, и так далее. Математика это язык науки, инструмент науки. Есть такая трактовка, действительно. Так, ну, тут проблема, опять же, заключается в том, если мы разрушим эту систему, по крайней мере, внезапно приведем к это к анархизму, это будет большой откат. Большой откат в практике непосредственно. Сейчас наука, в принципе, совмещая себя с практикой, показывает себя позитивно, крайне позитивно. Притом, в науке есть множество крайне сомнительных теоретических концептов, в которых сомневаются даже иногда сами ученые, иногда они в них не сомневаются, но неважно. Здесь уже тоже такой тонкий вопрос с разбором, во что ученые верят, насколько они в это верят, и что это вообще вера в науке, как таковое. Можно там целую диссертацию этого тоже посвятить, этому разбору. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь все крайне сложно. Если мы вот этот баланс нарушим, может получиться нечто, ну, то, что нас не порадует, вот так скажем. Плюралистическая модель существования именно науки в рамках одной системы, это очень жесткое требование, во-первых, для ученых. Философы, в принципе, могут создавать свои общины, свои общества, там, в общем-то, как либертарианцы. У либертарианцев есть свое сообщество. Оно, в принципе, не научно, и ученые его, как бы, экономисты, как таковые, его отвергают, но они существуют, они это обсуждают, некоторые из них даже кандидаты наук тоже. Да, чтобы свои взгляды непосредственно вещать в академическое сообщество в том числе. То есть миссионерская деятельность, в данном случае, получается тоже своеобразная внутри науки. Если ученые, в принципе, это признают позитивным, ну, можно тоже рассмотреть, с этим поработать. С другой стороны, в науке есть, конечно, огромное количество бесполезных дисциплин, вот совершенно. Там, в общественных науках их просто дофига, вот вообще никак не применить. Они просто существуют для того, чтобы, видимо, выдать определенные степени определенным докторам, там, не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я даже в теории не понимаю, что с этим делать, вот вообще даже близко. Да и физике, наверное, много таких вот грани и областей, которые, в принципе, тоже практику пока еще не затрагивают, и, наверное, не затронут ее в течение огромного количества времени. То есть бесполезной науки тоже много, но если ее станет еще больше, если вот КПД науки снизится еще сильнее, хотя он и так, ну, не максимально, это то есть не всякое исследование ведет к практическому достижению. Вот далеко не так. Там, наверное, вот будет соотношение, ты даже не знаешь, сколько процентов. Не, но запрос-то все равно будет в обществе на всякие полезные штуки, понимаете? Да, конечно. Но вот этих полезных штук может стать меньше. Если мы возьмем модель Фейрабенда, их станет меньше. Да, но это очень рисково это проверять. Рыбник соберет какой-нибудь виман и на всероде будет летать на нем, как бы это будет круче. Как летать на всероде, если это элементальная частица, как я понял, элементарная частица самая вообще. А он ее как топливо будет использовать? Как он будет использовать элементарную частицу в качестве топлива, что происходит? В рамках современной парадигмы научной это невозможно. Как бы Рыбникова репрессируют. А так, когда будет фейрабентовский плюрализм, Рыбников соберет виман и полетит на нем. Все, как бы полностью поменяется вообще. Это как бы научная революция сразу произойдет. Согласен. Но как она может произойти? По-моему, если будет фейрабентовская модель науки, то невозможно станут революцией. В том-то и дело, что научные революции в прошлом, они как раз происходили тогда, когда не было конвенционального мнения научного сообщества. То есть, всякие новые открытия люди совершали. Ну, то есть, грубо говоря, кто-то занимался алхимией, да, и в итоге хуяк совершил какое-то химическое открытие. А все почему? А потому что было возможно заниматься алхимией. А вот сегодня алхимией уже никто не занимается, и поэтому нету и открытий. Понимаете, в чем дело? То есть, наоборот, отсутствие фейрабентовского плюрализма, оно репрессирует ученых. В том числе, да, я, кстати, тоже часто замечаю. Ученый что-то заявляет, да, мнение, которое не вписывается в мнение, там, конвенциональное мнение научного сообщества. И вот тот же сразу обвиняют или объявляют либо сумасшедшим, либо лишают его всяких ученых степеней. То есть, с одной стороны, есть чувак, который, там, ДНК открыл, да, которого лишили Нобелевской премии, потому что он, там, про разные человеческие расы начал говорить, какие-то вещи интересные. А с другой стороны, есть, там, Носовский и Фоменко, математики, которые начали заниматься хронологией. И тоже, как бы, с одной стороны, вроде хочется их обвинить, потому что они сумасшедшие, а с другой стороны, они психически здоровы и математики. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас местами поменялись. Я, вроде, должен критиковать науку, а не наоборот. Но, в целом, ну, по-моему, моя позиция критическая, в принципе, и так понятна. Вы фейерабинты хорошо пересказали, отлично. Но, в принципе, я не за большие изменения вводить эту модель, хотя я ее, в принципе, поддерживаю. В принципе, плюралистическая наука, наверное, была бы, ну, как минимум, этически может быть хорошо. Я знаю, наука в России выглядит так, как будто бы все по фейерабинту, наоборот, развивалось, потому что там всякие фильтры Петрика, Кашпировский вернулся на Ютуб, Носовский планет. Кашпировский вернулся, он не вернулся уже. Рыбников. Ну, так он лечит людей. Коронавируса не было, и в Кашпировском не было потребности, потому что медицина более-менее... А, он вернулся недавно, да, как раз? А, точно, я же видел, у него парик клевый. А сейчас пришел коронавирус, нужно лечить людей, и поэтому Кашпировский принялся за дело. Как супергерой, когда Бэтмена вызывали, они этот прожектор включили, и Бэтмен видит сразу, о, все, надо лечить, спасать. Спасать людей. Вот и Кашпировский то же самое. Ну, то есть, понимаете, я, в принципе, с критикой Фейерабенда согласен, но я не знаю, как ее практически применить. Я сомневаюсь в том, что можно ее применить. Я сомневаюсь, конечно, во многих выводах Фейерабенда, но я их использую как критические такие, знаете, тропы скептицизма. Есть такие вот тропы скептицизма, это как будто бы литературные приемы. Мы как бы не верим в них, но мы можем сказать это вот таким образом, и это произведет на нашего противника определенное впечатление. Ну, он, по крайней мере, у него будет проблема, с которой можно работать. Вот такие вот проблемы, тропы науки можно предъявить в большом количестве. Особенно для тех людей, которые, ну, прям думают, что наука это решение всех проблем, наука ответит на все вопросы, наука прям вот истину познает, например. Ну, вот, да. Ну, вот с этим я, в принципе, с такой критикой я более-менее согласен. Насколько там, не знаю, скептик вообще может с чем-то быть согласен. С другой стороны, с другой стороны, как это применять в реальности, ну, я, честно говоря, я очень осторожно бы к этому подходил. Особенно в последние годы я стал к этому осторожно подходить, ну, потому что действительно может получиться такая своеобразная Россия только во всем мире. И при этом Рыбников будет одним из таких вот главарей банд. Ну, Рыбников, у него абсолютно феерабинтовский подход, потому что он считает, что теоретическая наука, она не работает совершенно, она никакого смысла не имеет. И когда люди что-то создают на практике, на основе теоретической науки, они что-то обязательно от себя добавляют, чтобы оно работало. То есть, грубо говоря, он очень резко противопоставляет вот именно теоретическую науку, которая, на его взгляд, представляет собой, там, значит, выдумку масонов для того, чтобы людей дурать. А с другой стороны, есть всякая практическая инженерия, которую люди делают, чтобы оно работало, там, да, дома строились, там, самолеты летали и так далее. Ежа, а я с содержательной частью всего, что было сказано, в принципе, согласен, понимаете, я даже когда смотрел видео Рыбникова, некоторые его высказывания, они, в принципе, они разумны, они имеют смысл. Но когда начинается отчет древних шизов и, там, не знаю, масоны, вот это проблема. Вот начинаются проблемы здесь уже. Алло? Я не вижу какой-то проблемы. Да-да-да, я тут. Да, окей, я тоже тут, вроде, немножко выпало. Ну так вот, сейчас попробую сформулировать. Я что-то, я мысль забыл. Черт. Напомните, Ежа, о чем мы там, наука, Рыбников и Рабы. Про ноль целковый. Ноль целковый. Да, давайте чуть пораньше отмотаем, чтобы... Балушка. Читайте обратно, обратно, а счет, видите? Минус целковый. Минус, по-моему. Да уж. Так вот, я с ним, в принципе, согласен с тем, что имеется теоретическая наука, с одной стороны, и с другой стороны, практика. Это разделение имеет смысл. Ну, то есть, их можно даже очень широко разделить, потому что практики занимаются практикой. Вы сейчас пропадаете немножко. Да, хорошо. Я возвращаюсь или нет? Да-да, вернулись. Хорошо. Практика занимается практикой, то есть, практические ученые, которые там, не знаю, техническими науками занимаются, они не всегда хорошо разбираются в теории. Да, практически никогда. Да, сам Рыбников не очень, видимо, разбирается в теории, по сути своей. Не, очень хорошо. Да? Стандартная модель, там вот это вот все. Теория струн. Я не знаю, насколько он их просоздает, но вот так, неважно. Вот тут суть заключается в том, что теоретик, он чаще всего тоже практикой не занимается. И в 20 веке... Нет, у него не струны, а эти, на теории пейсов, короче, потому что это спирали. Пейсы, что? Пейсы. Окей, понял, пейс. Понял. Вот это ДНК, кстати, а если мы посмотрим на ДНК? Ну, тоже пейсы. Ну, тоже пейсы. Хорошо, согласен. Конечно. Это заговор массажа получается. Массажа придумали, чтобы дурачить людей. Блин, кстати, это реально похоже на правду. Честно говоря. Вот о чем и речь. Ладно, шучу. Так вот. Это знаете, как вот этот МГУ, да, имени Ломоносова. Я думаю, его переименуют будет МГУ имени Рыбникова. Он закончил МГУ, получается? Нет, он... Университет в его честь назвал. Понятно. Да, я думал, потому что он закончил, поэтому его назовут. Так было бы... Все университеты назовут МГУ. Так вот, разделение теоретической и практической науки, это в принципе адекватно, потому что методологии разные. И соотношение этих знаний, они, знаете, такой более-менее косвенный характер носит. Вроде бы практики пытаются использовать теории теоретиков, а теоретики пытаются объяснять практику. Но это все равно разные люди с разными методами. И в принципе, в теории, почему бы нам не представить себе разные группы людей, которые могли бы объяснять ту же самую практику вообще с разных позиций. Напомню, что ученые нередко используют бритву Оккома, например, и просто срезают все теории, которые предлагают избыточные трактовки. И оставляют самые простые. Вот они в основном и конкурируют. Ну, то есть в этом смысле можно предлагать и более сложные. Более сложные могут провоцировать ученых, в том числе, на более какие-то обширные опыты, подтверждения, опровержения и практики, соответственно. Может быть, это действительно могло бы работать, но проверять это трудно. Вот, то есть разделение практики теории вполне позитивно я к этому отношусь. Я не вижу прямой, прям суперзависимости вот этих вот двух групп разных людей, которые пересекаются с друг другом только буквально через книги, по большей части. То есть считают труды друг друга и что-то пытаются объяснять. Вот как-то вот очень трудно мне представить вот такое вот серьезное, жесткое взаимодействие их, вот этих вот двух групп. Одни, которые занимаются практикой и пытаются действовать по методу во многом проб и ошибок. Им нужно калибровать различные устройства, им нужно все дорабатывать, им нужно, чтобы самолет полетел. Но он полетит-то не с первого раза, правильно? Даже если теория правильная, а полетит-то он не с первого раза. И поезд поедет не с первого раза. А для этого нужно многое сделать. И обязательно нужна для этого теория. Обязательно нужна ли для этого та самая теория, которая лежит в теории, чтобы попробовать абсолютно, ну, может быть, такой же спектр практик или еще больше? Это правильная теория. Трудно. Единственное, я не очень понимаю, смотрите, если самолет не с первого раза полетит, то в чем у нас отличие правильной теории от неправильной? А вот в этом проблема, что настоящие самолёты не с первого раза полетели. Можно же и неправильной теорией руководствоваться, и тоже все фейлы объяснять тем, что самолёт не с первого раза взлетел. Так Е же, проблема в том и заключается, что ни один самолёт в науке не взлетел с первого раза. Нет фундаментального противоречия между правильной и неправильной теорией. Да, действительно. Понимаете, в чём дело? Просто ни один самолёт за всю историю не взлетел с первого раза. пока самолет взлетит мы как бы не поймем а с другой стороны мы можем действительно неправильной теории объяснять взлет самолета в принципе вот чтобы самолет это нет даже проблема в том что мы можем через неправильную теорию прийти к тому что самолет полетит без проблем о чем и речь все да все пояснили все потому что иисус их держит в ладошках почему же в ладошками он может быть под ними летит и у него соответствующая поза как у самолета крылья и вот он несет на себе вполне согласен и интерпретируем это значит что это инженерия наши понимаете но инженерия тоже она создает как бы специальную форму для того чтобы вот непосредственно онтологическое создание могло подстроиться под нее только под такую форму она подстраивается например можно только вот тогда там то еще все зависит в общем у меня есть различные группы причин которые я обычно выдвигаю некоторые ну сомневаться в науке именно сомневаться не отрицать науку вот как бы скептицизм принципе не отрицает и критика такая вот у меня именно скептическая то есть она не говорит что вот все опознанием науки невозможно все закончили ребят познавать вы ничего не делайте наоборот все значительно сложнее но есть группы причин которые позволяют сомневаться например онтологическая группа причин ну то есть вся наука по большей части обходит вопрос антологии именно хайдеггеровской такой стороной само существование наука пытается например объяснить жизнь в обход так существованию получается через мозг 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 как бы типа существует и он нам создает иллюзию этого существования но при этом это существование мы чувствуем определенным образом даже определенными образами, и мы все это через себя проживаем. Для нас первичная данность, первичный факт, это непосредственно то, что мы проживаем сами, получается. Так-то. То есть наша самая первая очевидность, это чаще всего трактуется, что это мы сами. А наука, она это даже не критикует, она просто обходит эту проблему стороной, и все нормально, получается. Антологическая группа причин, с помощью этого можно подвергнуть сомнению ряд наук. Есть метафизические группы причин, мы в принципе не знаем, как реально устроен мир. А это важно. Ну, то есть если бы мы это с самого начала, конечно, знали, было бы вообще, в принципе, наверное, неважно заниматься наукой. Мы бы уже все знали. Как реально устроено что? Мир. Непосредственно мир. Мир, реальность, настоящая. Какова истина, например, мы не знаем. Ну, может быть, не знаем. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я про диалектику. Я же, я про диалектический. Про диалектическую логику. Нет, потому что мир, реальность. Как бы, что это такое? Ну, это в данном случае абстрактные концепты, даже, можно сказать, цели, которым устремлены многие люди. Ну, следовательно, мы, в принципе, если это абстрактные цели и концепты, значит, утверждение, мы реально понимаем, как устроен мир, оно было бы лишено смысла. Потому что если бы мы могли говорить о том, что мы реально понимаем, как устроен мир, значит, мир переставал бы быть для нас какой-то вот абстрактной, непонятной категорией. То есть, грубо говоря, из нашего определения мира, да, из того, как мы рассматриваем понятие мир, уже как бы логически следует то, что мы не знаем, как он устроен. То есть, это все равно, что сказать, красное яблоко красное. Кстати, я не вполне согласен, просто имеются концепты мира. Я же, есть концепты мира, которые подразумевают, что мы его знаем, как он устроен, и даже довольно конкретно. Значит, в рамках этого концепта люди действительно знают, точнее, они думают, что они знают, как устроен мир. А говорить о том, что мир, мы не знаем, как он устроен, имея в виду мир, как абстрактную, непонятную категорию, но я еще раз говорю, это все равно, что сказать, красное яблоко красное. Красное яблоко, это автология просто. Красное яблоко, потому что мы его видим, как красное яблоко. То есть, мы его как бы уже наделили этой характеристикой. Мы не можем сказать, красное яблоко зеленое, потому что мы уже сказали, что оно красное. Просто, я же, понимаете, вот эти вот интуиции, которые ведут нас непосредственно к познанию, так скажем, всего, они есть, например, даже в физике. Хотят создать теорию всего, например, уже много времени хотят. В науке. Да. Мне просто всегда представлялось, что в науке оно работает так, что это как бы расширение некого там диаметра познания, да, оно влечет за себя, как бы за собой увеличение. Ну, то есть, как корректно. Я понимаю, что вы говорите, пытаюсь сказать, да, действительно. По мере расширения пространства нашего, как бы, изведанного нами, вместе с тем соизмеримо также увеличивается количество неизведанных. То есть, это вот примерно как расширяется круг каких-то представлений, да, и вместе с тем расширяется пространство вне этого круга. Хорошо. Попробую объяснить в этих терминах тогда. Да, то же самое здесь. Нам очень важно, что... В этих терминах, потому что я очень косноязычный сейчас это сформулирую. Ну, я приблизительно понимаю. В общем, проблема заключается в том, что нас чисто логически, чисто вот так вот, чтобы иметь четкую... Это, кстати, проще можно сформулировать, можно сказать, что чем большее количество ответов дает нам наука, тем большее количество новых вопросов возникает в процессе. Да, в том числе. Я сейчас хочу сказать, что нас интересуют в большей части именно не ответы, которые дает наука, потому что те ответы, которые она уже дала, зависят от ответов на те вопросы, которые находятся вне ее поля зрения сейчас. Вот это такая метрическая такая постановка вопроса. То есть физика это то, что уже изучила то, что, допустим, есть, а метфизика это то, что еще не изучено, допустим, в данном случае. Вот. Вот такое есть разделение вести. И нам чисто, чтобы выстроить истинную теорию, а наука очень часто претендует на истину, особенно в некоторых дисциплинах, нам нужно знать то, что находится все-таки за пределом, в том числе. А те факты, которые находятся внутри, ну, например, какие-нибудь эперические положения, они могут быть списаны на какую-то случайность или, наоборот, закономерность именно в каком-нибудь там, не знаю, отсеке пространства, которое мы изучили и так далее, и так далее, и так далее. И все может быть устроено значительно сложнее, чем оно представляется учеными. Ну, или, может быть, проще, я даже не знаю, как это было. Может быть, по-разному устроено, по сути. И с этим тоже приходится разбираться с метафизическим аргументом. Потому что, ну, вот опять же, это больше такой поклон Попперу, наверное, с его... И это даже критика тех ученых, которые не очень как-то воспринимают Поппера даже. Они многие ученые, ну, многие, но не все далеко воспринимают Поппера как такового, и вообще его критерий фальсификационизма серьезно. Я помню, как я вел эфир на БДФМ и критиковал, значит, марксизм, и там в комментарии пришел какой-то коммунист, который, типа, вы последователи Поппера, там, злодеи и так далее. Я говорю, типа, ну, я как бы не последователь Поппера, как бы, я же про Поппера вообще ничего не говорил. Он такой, типа, как? Ну, ты же критикуешь Маркса. Критиковать Маркса могут быть, критиковать Маркса могут только, значит, фанаты Поппера. Ну да, действительно. Ну, то есть здесь поклон с одной стороны Поппера, а с другой стороны Юму критика непосредственно ведется... так, как это логика называется? Противоположность индуктивной логике из головы вылетела. Позор еще. Позор еще велись. Индуктивной логике. Окей. Вот. Ну, то есть индуктивная логика... Не попадете на стрим к маргиналу. Согласен, согласен. Это было просто фиаско. Так вот, индуктивная логика, в принципе, практически всегда является неполной. Ну, как практически. Смотря, как мы ее ограничим, конечно, но когда речь идет о познании мира, природы, общества, не знаю, эволюции, например, каких-нибудь... Она всегда неполная в данном контексте. В контексте общих, таких вот физических, биологических, естественных теорий, она просто всегда неполная. Она, наверное, не может никогда быть полной. Ну, я даже не знаю, какие технологии должны быть, чтобы эту индукцию сделать полной.